Всем привет! Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступавший в паре с Татьяной Болосожан, рассказал об участии в ледовый шоу, а также поделился мнением насчет большого количества критики, с которой пришлось столкнуться российско-фигуристки Евгения Медведева после перехода к канадскому тренеру Брайану Орстром. Вы ушли из большого спорта и катаетесь в ледовый шоу. Эти постановки интересны зрители, но разве у олимпийских чемпионов может быть азарт от таких выступлений? Мысли вернуться в большой спорт и выступить на Олимпиаде у меня не было, потому что я добился той цели, которую перед собой ставил. Мы с Таней выиграли олимпийское золото, мне нечего было больше сказать на соревновательном льду. Нужно развиваться дальше. Я сейчас начал тренировать Евгению Тарасову и Владимира Морозова. В 2015 году мы уже начали с ребятами сезон, но тогда это было пробой пера. Я восстанавливался после травмы и немного помог паре. В итоге тот сезон стал для них успешным, поэтому, наверное, они обратились ко мне. Говорят, что тренерам мало платят. Это действительно проблема? В фигурном катании сейчас главная проблема – нехватка тренерских кадров. Многие спортсмены хотели бы работать тренерами, но не могут этого себе позволить. Тренерами в фигурном катании работают настоящие альтруисты и герои. Я согласился на эту работу не из-за денег. Для меня это вызов. Решил принять его и посмотреть, что получится. В последнее время самая обсуждаемая тема в вашем виде спорта – уход Евгения Медведева от тренера Этери Тутберицы и переезд в Канаду. Почему люди набросились на нее? Потому что на протяжении долгих лет у людей перед глазами была идеальная картинка отношений Этери Георгиевны и Жени Медведевой. Их результат работы. Но любой спортсмен хочет после полученного результата развиваться дальше. Для этого приходится принимать какие-то решения. Иногда они связаны со сменой тренера. Если Женя проиграет, то она проиграет этот дуэль с болельщиками. Но как только Женя выиграет очередной чемпионат мира или Европы и ее снова начнут любить, критика прекратится после первой большой победы. Мы, спортсмены, привыкли к тому, что российский болельщик злой и требовательный. Поэтому мы к нему относимся с уважением. Но стараемся не реагировать на провокации, рассказал Траньков. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем я желаю хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok